Проявить себя не позволяло до определенного периода. Посмотрим, как все выйдет. С гонщиком очень тяжело бороться первую и вторую схватку. А вот если они разборятся, то уже это значение не имеет. Ну мы видим, небольшое преимущество в Росте есть. Как мы уже говорили, Магдесян высокий. И, как вы уже сказали, что упомянули. Вес, по всей видимости, лишний гоняет много. Вот сейчас заблок. Почему посчитал так арбитр быстро, что это блокирующие действия? Непонятно, да. Ну, получил Шида. Ну, то есть, здрасте, вышел на тотайм, получил Шида. Давай, побыстрее, поактивнее. Непонятно. Не совсем понятно, да. Вроде бы, арбитр опытный, арбитр олимпийской категории. Ну, по всей видимости, ночь что-то упустили. А Шида уже преимущество в пользу Розман, представителям Москвы. Ну да, и тут, что-то вот третий поединок подряд, Магдесян начинает проигрывать. Вот и первый был, и второй. А может быть, это особенности его стиля? Не замечал раньше, да не так. Нет, вы правильно говорите, что он всегда активен в борьбе. И сколько я помню поединку с участием Магдесяна в поединках, он всегда выходил и атаковал. Сразу обострял, что он вот так. Помню прошлый год, он вышел на первой же схватке, проиграл без утешения, но после этого стал победителем Перенества мира. Но он там боролся с температурой, тренеры сборной это увидели, дали им возможность покупкам Европы набрать рейтинг. И он по итогу выиграл Перенества мира, хотя проиграл, по-моему, в первой, в одной из первых схваток без утешения на Перенества России. Издалека Магдесян пробует сделать атаку, то ли это был подход по две, то ли передняя подножка, но захват распустил. Ну, вот такое видно, что заставляет, заставляет себя идти вперед, обостряет. Да, по всей видимости, что-то мешает ему. А тем временем арбитр все-таки посчитал, что равный поединок и выровнял ситуацию. Сдал вторую шида, ну, другую сторону. Шида, поэтому сейчас ход поединка равный. И что? Пока в обоюдном захвате стоят спортсмены. Подсечкой пробуют разбивать устойчивое положение и стойку соперника Магдесян. Ну, вот, ничего дальше не предлагает. А спортсмен Размадзе вроде бы и работает вторым номером, да, но не могу сказать, что отстаивает. Он где-то тоже пытается провести определенные захваты, взять, ну, и предложить свой стиль. Ну, сказать, попытка проведения приема это не назовешь. Здесь сейчас была проба с его стороны. Вот, контр-атакующим действием все-таки скрутил Магдесян своего соперника и оценка Юка, да? Юка Вазарь, да. А, Вазарь, Вазарь. Вазарь. Даже Вазарь. Видимо, этого я остерегался сам. Размадзе лишний раз не шел в атаку, не обострял, не провоцировал своего соперника. Да, видно, за ребра хватается. Ну, не знаю, сгонка ли помешала, либо с травмой старой обострились. В первых поединках, может, где-то дернул межреберные мышцы. Может, еще что-то есть у него серьезное. Ну, скорее всего, межреберные мышцы. И вот так сделал оценку Магдесян. И сейчас, думаю, тактически будет доводить в ход поединка до конца. Все-таки две минуты. Времени много. Много времени. Если человек прихватывает, то зачастую, кстати, вот, может быть, мы не знаем, что, мы не знаем, что. Но если спортсмен борется с травмой, то зачастую вот так спортивная карьера может закончиться в раннем году. Тут тренерам уже нужно обращаться и говорить, что, ну, нужно видеть своего атлета, своего спортсмена. Да, возможно, это наши домыслы просто. Да, где-то, может быть, предостеречь отличных стартов, отличных травм. Да, все равно надо, все проявляется и показывается во взрослой борьбе. Это хоть и важные старты, хоть и важные элементы. Ну, это в большей степени опыт, практика, соревновательная практика. А основные старты все впереди. Это, конечно, чемпионаты Европы, мира и Олимпийский фигур. Тем более, если Егор уже себя зарекомендовал как победитель первенства мира, то что-то все прихватывает и прихватывает его. Да, да, да. Излишний героизм здесь не нужен. Да. В всяком случае, решил бороться, значит, идет в борьбу. Никто тебе поблажек здесь не даст, ни один человек. Забирает захват за рукав Егор. Идет во второй захват, а Размадзе, видимо, ждет. Ждет, что будет ошибка со стороны соперника, и он отыграет после его движения свое. Он вторым номером отработает. Ну, не знаю. Сейчас уже тактически начал действовать Егор, это видно. Не идет в плотную борьбу. Да, 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 и не подстроил вообще ничего. Пошли, да, за односторонний захват. Не на односторонний, за захват одной рукой. Да, потому что не шли во второй захват, получили. Ну, захват одной рукой, односторонний захват. Ну, да. Вообще, да. Как правило, мы привыкли к односторонним называть, когда дверь, двумя руками одну сторону держат, да? Ну, в данном случае так тоже может трактовать. В обоюдном захвате спортсмены перемещаются вправо-влево, секут по ногам друг друга, как вы говорите, скорее всего, это так вот и подхват. Вот эту борьбу мы привыкли видеть от Егора. Да, вот здесь действительно он уже в своем ключе работает. Вы уже за ребра не хватаетесь? Может быть, тактического уловка? Нет, все-таки не вижу, вижу. Тяжело, тяжело. Бок придерживает бога. Он побеждает в этой схватке и выходит на Хагажева, а там тот работает в двух захватах, все время идет в корпус. Ну, любопытно, просто любопытно. Опять же, посмотрим, какие стойки у обоих спортсменов. Пока небольшая пауза, скажу, что последним полуфиналистом в весе 60 килограмм стал спортсмен Дохов Азамат. Слушайте, ну, здесь была оценка, по-моему, и, по-моему... Либо одному, либо второму. И, честно говоря, я расслабился там, где все. Расслабился, расслабился. Оно получается отыгрывает их. Вот поединка становится равным. Вот что, да, расслабился, смотрел, начал удерживать. Ни в коем случае нельзя. Мы много раз в наших трансляциях говорили о том, что если выигрываешь, надо подавлять и уверенно доводить до конца. Ни в коем случае ничего не удерживать. Тем более за 5 секунд. Но вот этого никто не ожидал, конечно. Я думаю, просматривать еще будут. Такая обоюдная ситуация, но... Я, вы знаете, если бы у нас повтор был бы под рукой, можно было бы еще просмотреть и нам. Оценка... Но оценка дается в другую сторону. Потому что я тоже был удивлен, когда в Азаре зажгли. Зва в Азаре.